Привет, меня зовут Стас Быков, сегодня вместе с вами разберемся как же в данный момент работают алгоритмы ютуба и также определим что необходимо сделать чтобы продвижение на ютубе стало эффективным. Погнали! Ну и конечно же как всегда все рассказываю из своего личного опыта, это мои наблюдения на основе той деятельности которую я выполняю вот уже более 7 лет на ютубе и более 15 лет в интернете. Я SEO специалист, поэтому будем делать упор на техническую оптимизацию вашего канала и что из этого получается. Основной вопрос, как же сейчас работают алгоритмы, конечно же они индивидуально подстраиваются под зрителей, сейчас мы будем смотреть на статистику чтобы вам стало наиболее понятно. Когда мы заходим в аналитику, дальше просмотры и мы сейчас увидим откуда идут просмотры на видеоролике. Я кстати об этом уже записывал видео, вы можете посмотреть 16 способов набрать просмотры, я ссылочку на это видео тоже оставлю в описании, переходите потом более детально разбирайтесь. Типы источников трафика, то есть просмотры набираются из разных источников на ютубе, но самое главное, что здесь работает рекомендательная система. Даже если мы в поиске вбиваем ключевую поисковую фразу, то ролики они могут быть разные. У меня своя поисковая выдача, у вас своя, потому что она выстраивается на интересах зрителя. У ютуба есть уже информация, какие видео каждый аккаунт смотрит, какие темы его интересуют, какую активность он проявляет. Именно поэтому он подстраивает уже поисковую выдачу или систему рекомендаций конкретно индивидуально под этого зрителя. Давайте посмотрим, вот у меня есть поиск на ютубе, также функции выбора контента, это фид подписок и также главная страница. И главная страница и система рекомендаций это одни из самых лучших источников трафика, чтобы выйти на широкую аудиторию. Но что же влияет на это? Как мы можем повлиять на алгоритмы? Сказать ютубу, что смотри-ка, вот это ролик про то, как заработать деньги. Данный ролик про CRM систему. Данный ролик, как набрать 4000 часов просмотров и выйти на монетизацию. Конечно же, есть триггеры, которые влияют на данные алгоритмы. И один из них это правильное заполнение метаданных. Это название, это описание, это теги. Я надеюсь, вы в этом уже разбираетесь. И к чему я веду? То есть у каждого ключевого запроса, у каждой темы есть своя аудитория, есть свой поисковый объем. Мы, конечно, это можем все прослить через системы статистики. Можете посмотреть Wordstat Яндекса. Можете VidIQ, можете UMI, новый сервис посмотреть. Мы в нем, кстати, сейчас тоже разберемся. Я вам покажу, как я в нем работаю. Но суть в том, что от темы и от оптимизации зависит успех вашего ролика. Если вы будете записывать на узкие темы, то, конечно же, алгоритмы сначала бы им подхватить эту тему вообще, а потом найти, кому рекомендовать. Потому что, как мы в начале ролика выяснили, сейчас работает система персональных рекомендаций. То есть алгоритмы подстраиваются под каждого зрителя. И, конечно же, это бы все хорошо работало, если бы не было конкуренции. Вы бы работали одни, продвигались во все разделы YouTube. Но алгоритмы-то считывают еще и других авторов. То есть по поисковой выдаче, например, как заработать деньги, есть еще сотни авторов. И алгоритмам нужно понять, какой же ролик им рекомендовать. Не важно, через какой источник трафика. Поиск, главная страница, рекомендации. Они считывают качественные показатели на ролике. И вот здесь мы подобрались к CTR и удержанию. То есть суммарное время просмотра. Это все можно посмотреть, конечно же, индивидуально у каждого ролика. И я рекомендую вам постоянно заходить. Вот аналитика, просмотры, дальше расширенный режим. И у нас здесь данные за последние 28 дней. То есть я вижу статистику по каждому ролику. Сколько просмотров за 28 дней? Вот 19 тысяч по запросу, как включить монетизацию. Суммарно это 1063 часа просмотров, 286 подписчиков принесло, расчетный доход. И количество показов и CTR кликабельности. Вот здесь обратите особое внимание. То есть, когда мы выгружаем ролик на свой канал, вы выгружаете, у него сразу начинаются показы. Показы через различные разделы. Поиск, рекомендации, главная страница, конечные заставки, подсказки. Везде у него начинаются показы. Если эти показы не реализуются, это знак алгоритмом YouTube, что ролик не интересен. И значит, смысл ему продвигать этот ролик, если нет кликабельности, если страдает удержание. Понимаете, к чему я веду? То есть, ролик должен быть интересен аудитории. Именно вашей целевой аудитории. Я надеюсь, вы знаете, кто ваша аудитория. Сейчас напишите. Моя ЦА. Мои зрители. Пол, возраст, интересы. Чем интересуется? Почему он должен смотреть ваш ролик? И как вы выглядите в кадре? То есть, очень важно, чтобы вы отражались правильно в его глазах. То есть, как он представляет себе героя вашего канала. И чем будет слияние в этот симбиоз качественнее, тем лучше будет активность на вашем ролике, тем больше будет удержание, а значит и показы. Вот здесь у меня видим на самом популярном за 28 дней, как включить монетизацию. 121 тысяча показов было, только перешли 19 тысяч. То есть, часть из них перешли. И мы видим конверсию 11,7%. То есть, это CTR значков роликов. Понимаете, если у нас будет меньше переходов, не реализуются все показы, тогда это снижает вероятность на дальнейшие показы вашего ролика. И, конечно, здесь можно поменять значок тогда будет. И смотреть на конверсию. Если конверсия больше 8, это уже очень хорошо. Проверьте конверсию своих популярных роликов, также через расширенную статистику. И мы видим также, сколько было показов. Вот мы можем увидеть даже CTR 7,6. Вот 3,2, 3,1 вообще, да. Очень маленький процент. И мы видим с вами 63 тысячи показов. И из них реализовалось всего 3 тысячи. То есть, я понимаю, что 63 тысячи потенциальных зрителей увидели это видео. Но перешли всего лишь 3%. Можно, да, конечно, изменить значок. И, возможно, вот это значение повысится. То есть, мы изначально с вами не знаем. Нужно всегда тестировать вот это видео. Что может RuTube, замена YouTube. Возможно, нужно было какие-то элементы поменять на значке. Чтобы конверсия была больше для заинтересованной аудитории. А может быть, вы все сделали правильно. И просто тема не зашла. И здесь тогда мы углубляемся в аналитику. Я надеюсь, вас сейчас не запутаю. Но что мы делаем? Мы открываем статистику конкретно уже этого ролика. Чтобы по нему посмотреть аналитику. И нам нужно посмотреть, откуда идет трафик. Хотя мы видим, что в принципе даже 5 отписалось. Ну вот, кто-то отписывается, кто-то подписывается. Это нормальная ситуация. Об этом мы тоже с вами поговорим в следующих видео. Но по статистике, по трафику мы видим преимущество. То есть, везде идет трафик. Я думаю, если поменять значок, то переходы могут увеличиться. Вот здесь мы видим. Идут через главную страницу. Дальше фид подписок. Страница канала. Уведомления. Через поиск есть. Через поиск мы видим среднее время 3.51. Через поиск обычно качественная аудитория всегда идет. Но CTR, хотя 5.7. Выше, чем везде. Те, кто переходит через главную страницу, меньше конверсия. Если поменять значок, я могу реализовать больший процент этих показов. Понимаете? И вот так нужно работать со статистикой в целом на вашем канале. И по каждому ролику в отдельности. То есть, находить ролики, которые у вас удачные. Находить неудачные. И искать причину, почему не стреляет. Здесь же мы можем зайти в раздел аудитория. Увидеть, сколько было постоянных и новых зрителей. Ну, а также не забывайте переходить во взаимодействие. Увидеть удержание. То есть, суммарное время просмотра. Чуть скролите вниз и вы увидите, где просадка самая большая происходит. Ну, здесь у меня плавно идет. Поэтому, как бы, все нормально для образовательного контента. Это нормальная ситуация. Но никогда не останавливайтесь. Всегда совершенствуйте свои ролики. Именно поэтому я говорю, что в самом начале видео лучше делать экшен. То есть, заинтересовать вашу, именно вашу целевую аудиторию. У всех она разная. Поверьте мне. То есть, геймеры смотрят одно. Даже геймеры бывают разные. Кто-то смотрит стратегии. Кто-то смотрит шутеры. И там подачу даже можно менять. И это будет влиять на конверсию. То есть, закрепим материал. Что мы сейчас определили? Для того, чтобы подстроиться под алгоритмы ютуба, нам нужно сделать грамотно хотя бы внутреннюю оптимизацию. Сейчас мы как раз перейдем к сервису. Я вам покажу, как я делаю оптимизацию. Ну, давайте, к раннего ролика. Как заработать деньги. То есть, я ввел ключевую фразу, как заработать деньги. И сделал под нее оптимизацию. Описание, теги, хештеги. Все прописал. Также субтитры, переводы, подсказки, конечные заставки. Далее, нам нужно с вами смотреть за аналитикой на значке. То есть, CTR какой будет. И за удержанием наблюдать. Если мы видим, что эти показатели страдают. Ну, тут уже ничто не поможет. И ролик не будет получать показы. Наша задача CTR и удержание, чтобы были максимально возможны. В этом случае мы будем получать дополнительные показы ваших роликов. А чтобы были показатели хорошие, качественные. Конечно же, вам нужно выходить на целевую аудиторию. Через поиск, как удачнее всего я думаю это сделать. Ну, потому что я работаю уже более, уже 8 год работаю на YouTube. У меня оптимизация только под поиск. Я вам в статистике показал, что у меня поиск на первом месте. И я получаю качественную аудиторию, которая заинтересована в контенте. Именно поэтому она подписывается, она проявляет активность, она пишет. И я взаимодействую с аудиторией через прямые эфиры, через вкладку сообщества. Понимаете, это важно. Эти все элементы, они вместе составляют картину такую, чтобы у вас был перспективный канал, который развивается. Это все вместе работает. Нельзя один ролик записать и думать, что вы станете миллионником, который заработает десятки тысяч долларов. Такого просто невозможно. Но нужно постоянно работать, совершенствовать не только себя, но и канал. Не только канал, но и себя. И когда мы с вами думаем, а как же назвать ролик? Как заработать деньги? Почему я сделал такое название? Потому что я проанализировал через систему статистики, через открытую опишку YouTube, которая дается партнерам официальным YouTube. Запросы. То есть, что нужно моей целевой аудитории. И один из сервисов это Yumi. Я о нем уже рассказывал. Это полный аналог vidIQ. Но здесь он стоит 300 рублей. Вроде бы можно посмотреть потом. А vidIQ стоит 3000 за месяц. Хотя функционал базовый. То, что нам нужно. Один и тот же. Потому что API, это для программиста будет понятно. То есть, база берется у YouTube. Понимаете? Через шлюз, который сам YouTube дает партнерам. Поэтому здесь никакой разницы нет. Я здесь пишу. Заработать деньги. Вписываю в инструменте поиск ключевых фраз. Также мы трендовые видео с вами можем посмотреть. Кому интересно, что сейчас популярно. И мы тоже сейчас это посмотрим. Заработать деньги. Заработать деньги 48 тысяч поисковый объем. Это не просто цифры. Это потенциальные зрители ваши. И я понимаю, что потенциально 48 тысяч могут посмотреть на старте. И дальше есть конкуренция. В принципе, она средняя. И общая оценка по баллам. Относительно других запросов. Мы тоже это можем видеть. Я вижу. Заработать деньги 48. А как заработать деньги? 257 тысяч. То есть, шире. Я охвачу больше гораздо. И плюс конкуренция. Тут выше. Ну, релевантность. Мы видим относительно похожие фразы. У нас про релевантность сейчас сортировка идет. И мы видим более удачно. По релевантности у нас подходит. Как заработать деньги. Именно поэтому я взял. Давайте в режиме инкогнито. Сейчас мы зайдем с вами на YouTube. И введем этот ключевой запрос. Как заработать деньги. Конечно же, это одна из в моей сфере. Самых сложных тематик. Как заработать деньги. Потому что здесь появляется очень часто. И много роликов. Но мы видим он в топе. То есть, вот в топ 5 он зашел. И видите значок. Тоже значок. Кстати, давайте посмотрим вместе с вами. Сейчас значок. Я нажимаю здесь посмотреть аналитику. И мы смотрим статистические данные. То есть, плюс 10 мне этот видеоролик уже принес. Я вижу, что поиск на YouTube в топе. Видите, обычно 220. Тут уже 600 мне принес. Дальше. Мы видим по источникам трафика. Также главная страница стреляет. Это очень радует. И мы можем по взаимодействию. Удержание даже выше. Но тут не смотрите. Еще статистика не собралась просто. Вот эта цифра. Да. Падение здесь. Дальше она обновляется в режиме реального времени. И мы видим. У меня здесь больше даже на 25 секунд. Эффективность ролика. Удержание его. Это потенциал наибольшее количество показов. Понимаете, как это все работает. Чем лучше у вас будет CTR и показы. Ну, удержание. Тем больше будет показов. Вот так вот. И, конечно же, важно попадать с темой. И здесь мы с вами подобрали, как заработать деньги. Написали в метаданных названий, в описании, в тегах. Это все понятно. Я уже сто раз это говорил. И дальше нам просто нужно смотреть и наблюдать за статистикой. Хорошо, конечно, если у вас есть аудитория уже на канале, которая в первую очередь посмотрит. Сделает удержание. И алгоритмам YouTube будет более понятно, кому дальше рекомендовать. Потому что, как мы с вами уже определили, алгоритмы работают по системе персональных рекомендаций. То есть, у каждого выдача своя. У каждого главная страница своя. И они понимают, что да, вот этот ролик на основе метаданных, на основе показателей, на субтитров, то, что автор там говорит. Он просчитал это все и понимает. Да, вот потенциально может быть интересен вот этому человеку. И показывает. А если нет показов, то есть кликов, то он прекращает эти показы. Именно поэтому так все связано. Также здесь есть инструмент. Это трендовые видео. Тоже можно посмотреть. Давайте, например, вообще фильтры не будем применять. Нажимаем применить. И это во всем мире то, что сейчас за 48 часов самое сверх популярное. Ну, вот у нас здесь разные получаются страны. Давайте посмотрим только в России. Если кто-то сделает для другой страны, тоже можно выбрать. И за последние двое суток самые трендовые видео. Мы видим, что здесь есть разные направления. Ну, конечно, это в основном или новости какие-то. Или приколы, шутки. Да, все зависит от жанра, в котором вы работаете. Хотя здесь тоже можно выбирать. Но образование это не популярно. Потому что, когда мы смотрим трендовые видео, конечно же, лучше смотреть по стране. Чтобы было понимание, что сейчас в тренде, хайповые темы. И записать ролик на эту же тему. Хотя вот в образование я зашел за последние 48 часов. И мы видим, что сейчас популярно. И почему бы не записать, если у вас образовательный контент. Также осветить эту тему. Рассказать о ней. Записать свое мнение, свои эмоции. И вы сможете попасть в рекомендации к этим видео. То есть, вот этими инструментами, я считаю, они топовые. И, конечно же, необходимо каждому автору использовать. Я ссылочку на UMI и также на видео оставлю в описании на 16 способов. Подробнее, детально переходите, посмотрите. Вот так вот работают алгоритмы. Вот так вот строится продвижение роликов на YouTube в данный момент. То есть, это мой опыт. То, что я наблюдаю и вам его рассказываю. Вы можете своими мыслями поделиться также в комментариях под этим видео. Ну и, конечно же, могу еще уточнить, что поисковые подсказки можно искать не только через сторонние сервисы. Но и на самом YouTube. Мы пишем здесь в поиске, как заработать деньги. Дальше нажимаю пробел. И я вижу самые популярные запросы вот именно конкретно в этом направлении. На YouTube, в интернете, дома, школьнику, в GTA, в интернете без вложений. И это тоже вам подсказки, что сейчас пользуются спросом. Мы здесь не видим, конечно, конкретные цифры. Но мы видим самые популярные запросы, под которые тоже можем сделать себе ролики. И выходить на аудиторию, получать все больше и больше показов. Если вы узнали что-то новое, обязательно поставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новых видеороликов. А с вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok